всем привет сегодня у нас диетический рецепт на атаку и начередование это рыбные котлеты рубленные если вы будете готовить на атаку то используем только лук если начередование добавляем еще морковь и кукурузный крахмал яйцо рыба у меня что называется неизвестная зверушка это такие брикеты купила я ее в лидли мы уже попробовали она очень вкусная котлетки из нее получаются замечательные и еще одно блюдо у меня есть с этой же рыбы ссылка будет в описании значит что мы делаем рыбу мы сейчас порежем мелко лук и морковь мы потрем вот на мелкой терке или можете в кашу в кашицу как вы хотите измельчите блендером там и так далее в общем что что вы хотите в общем все нужно измельчить рыбу порезать кучу болтаю рыбу значит нужно порезать мелкими кубиками кусочками не принципиально прям как вот получится вы знаете я еще забыл сказать еще нужно петрушку или укроп но что-то из зелени если конечно вы не любите зелени добавляйте и вы знаете когда вот у меня рыба размораживалась это вы можете этот момент пропустить когда она размораживалась я вот так на нее накапала соевый соус и вот соевый соус придает такую очень пикантность этой рыбки если вы не любите соевый соус не добавляйте вот так вот все рыбы нужно порезать приправы конечно какие-то приправы приправы для рыбы можете использовать соль перец вот все приправы которые вы любите я просто даже уже не говорю про них но мы же все уже давно с вами готовим поэтому приправы конечно приправы нужны и сегодня буду двумя способами готовить я буду готовить на сковородке небольшом количестве масла мы пожарим. И покажу вам, как эти котлеты можно сделать в духовке. Потому что у меня есть вот такие зрители мои, которые прям так рьяно следят за количеством растительного масла. Я вам хочу сказать, что даже на атаке 2 столовые ложки растительного масла допускается. Может быть, сейчас даже увеличил дюкан, я не знаю, но по крайней мере, там 5-6 лет назад 2 столовые ложки вполне себе можно. И вы знаете, это вам ну никак не повредит, это никак не отразится на том, похудеете вы или не похудеете. А то, что вы своему организму поможете, это вот 100%. Не надо ну как бы не мучайте свой организм, не старайтесь там голодать, не старайтесь там прям совсем себя там ограничить во всем. Все должно быть разумно. Понимаете, не навредите своему здоровью. Так, рыбу перекладываем. Сейчас мы будем сюда натирать, ой, сейчас мы сюда натрем лук и морковь. Значит, луковица у меня большая. Я ее взяла большую, потому что натирать я ее буду не целиком. И чтобы мне было удобно держать, я взяла большую луковицу. Поэтому смотрите, чтобы вам было удобно это делать. на мелкой терке, вот я пробовала на крупной натереть, вот эти кусочки лука, ну не очень приятно. Можете, конечно, порезать мелко-мелко-мелко, если у вас есть терпение, если вы это такая мастерица, пожалуйста. Вот знаете, будут такие кусочки оставаться, вы их убирайте, вот такие. Они, ну, потом будут неприятные в котлетах. Вот. Конечно, терпение надо, но оно того стоит. Ну, вот смотрите, вот этот кусочек лука я уже не буду натирать, его неудобно держать. Лука получилось вот столько. Так, дальше. Теперь трем морковь сюда. Так, выложили лук-морковь в рыбу, добавляем соль, все по вкусу. Примерно чайная ложка соли, перец черный, красный сладкий перец у меня, и есть у меня вот такая приправа для рыбы. Если будете покупать, имейте в виду, что она уже соленая. Поэтому вот буквально четверть чайной ложечки. Вот это вот слегка размешайте, потому что сейчас будем добавлять яйцо, крахмал, и чтобы у вас все соединилось. Сейчас все приправы, чтобы они распределились. Разбиваем сюда яйцо. Рыба у меня здесь 270 грамм. Чуть больше, чуть меньше. Ну, примерно вот на такое количество рыбы одного яйца вполне себе достаточно. И сюда я добавлю две столовые ложки кукурузного крахмала. Вы знаете, у меня есть на канале рубленые котлеты из куриной грудки. Ссылка будет тоже в описании. Девчонки, попробуйте. Это на самом деле такое достойное блюдо. Очень вкусное, простое. И там, знаете как, вы можете замариновать и оставить прям буквально на несколько дней. То есть, все у вас будет это в холодильнике. Достала баночку, 3-4 котлетки себе приготовила и все хорошо. Все тщательно вымесить. И вот эти вот котлетки, вот эту заготовочку, я оставлю, ну это я вот к обеду готовлю, я оставлю часа на 2-3. Пусть это все промаринуется. Если у вас нет времени, вы можете сразу начать готовить. Вот так. Ждем. Так, время обедать. Берем нашу рыбу. Она постояла 2 часа. Перемешать. И сейчас духовка у меня разогрета 180 градусов. Мы часть этих котлеток сделаем в духовке. Вы можете сделать на противень, постелить там пергамент, силикон. Можете формочки взять. В общем, как вы хотите. У меня вот такие тефлоновые формочки. И вот небольшими порциями я вот сюда выложу эти... Я вот сюда выложу рыбу. Все вот так я выложила. Придавить. И минут на 15-20 в разогретую до 180 градусов духовку отправляем. Вот такая хурма у нас через неделю уже, после того, как мы первый раз сняли. И получается на полтора месяца, как мы посадили. Ждем. Так. Вот такие котлетки получились. Теперь мы, наверное, дождемся, когда они остынут. И будем пробовать. Вот так получилось. Вынимаем. Вы знаете, у меня эта форма, видно, она уже изжила своё. Слегка, видите, у меня прилипло. Поэтому можете сюда проложить пергамент, если у вас такая же форма. Или просто на пергаменте. Вот такие котлетки. Это в духовке. А теперь мы пожарим на сковородке на растительном масле. Выливаем примерно 2 столовые ложки. Совсем немножко, девочки. Рецепт очень простой. Приготовит даже мальчик. И теперь вот как оладьи. Аккуратненько, небольшими порциями выкладываем на сковородку. Огонь небольшой, чтобы это всё не пригорало. Аккуратненько, не пригорало, а медленно готовилось. Суперки две. Переворачиваем. И ещё минутки две. Очень быстрый рецепт. Оладушки готовы. Вернее, рыбные котлетки. Достаем. Ждём, когда остынут. И будем накрывать стол. Вот такой обед получился. Значит, рыбные котлеты. Если вы на атаке, значит, не добавляете морковь, чисто с луком делаете. Если вы на чередовании, можете с салатом. Просто великолепный обед. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!